Здравствуйте! С вами Александр Янковский и Крым Реалия. Это программа для тех, кому интересно, чем на самом деле живет полуостров. В этом выпуске вы узнаете. Марш недовольных, как в Крыму отметили 1 мая. Наши цены обогнали давно московский. Могут ли три месяца курортного сезона прокормить Крым круглый год? И нужно ли для этого строить новые крупные города специально для туристов? Короче говоря, загадили, где спешили. В полуостров подделок. Почему вместо щи и кулебяк в Симферополе снова продают гамбургеры? Здесь все не так, не вкусно, только мороженое вкусное. С вами Крым Реали. Сто лет назад, 1 мая, рабочие требовали республику и изгнание царя. Теперь эта дата в оккупированном Крыму снова приобретает свое подлинное значение. Потому что только в этот день рабочие крымских предприятий могут свободно собираться. Без угрозы быть задержанными и получить наказание. Чем недовольны и чего требуют крымчане, узнаете прямо сейчас. Здесь и молодежь, и ветераны. Действительно, все возраста, все поколения сегодня участвуют в этом классном мероприятии. Ведь все-таки это традиции, которые достались нам еще от наших отцов, от дедов. Поэтому мы их продолжаем. Во время празднований словно смешались разные эпохи. Кто-то принес с собой портрет Сталина. Я родился в Советском Союзе, поэтому и служил, и присягу давал в Советскому Союзу. Это праздник номер один. А кто-то использовал атрибуты роскоши. Не обошлось и без милитаризма. Пока одни скандировали кричалки в поддержку Владимира Путина. Пусть узнает вся планета. Молодежь за президентом. Другие признавали, пришли без цели. Они, мы не коммунисты. Так надо. Принклицкий салют профсоюзам! Принклицкий салют профсоюзам! Использовать 1 мая по назначению для борьбы за права трудящихся. Профсоюз работников культуры Крыма развернул плакаты о нарушении своих прав. У профсоюза забрали детский лагерь салют. Трубить об этом на демонстрации неуместно, заявили людям организаторы шествия. Я спрошу, судите, пожалуйста. 1 мая это не относится. 1 мая, как это не относится? Люди работают. 1 мая это на финале. Лагерь национализировали противоправно, настаивают профсоюзы. Дескать, своим протестом они пытаются прорвать информационную изоляцию. Дети – это работники культуры, которые не самые богатые у нас в Крыму. У них внещенские зарплаты, по сути, небольшие, по 12-15 тысяч. А мы, как профсоюз, обеспечивали их путевками. Мне кажется, это начало борьбы. Потому что первичные профсоюзные организации требуют от нас выхода на площадь. Руководимый Кремлем глава Крыма лишь помахал профсоюзам рукой. Накануне в соцсетях возмущались, что бюджетников заставляют идти на акции. Жаловались не будущие демонстранты, а их родственники и знакомые. Завтра будет мега-показуха. Все на демонстрацию. Подругу, например, заставляют туда идти под угрозой увольнения. В каком веке живет этот полуостров? В Керчи бюджетников сгоняют на парад 1 мая. Социальный работник сказала, что не вышедшим во вторник писать заявление об уходе. В Феодосии. В некоторых колоннах хоть выступали всего один-два десятка бюджетников, приветствовали их, как во времена СССР. Приветствуем налоговую службу города Феодосия. Ура, товарищи! В Ялте звучали советские песни. Ох, сухи, сгоняйца, 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 сгоняйца. Кроме привычных лозунгов, были и свежие «За жизнь без санкций» и «За повышение зарплат». Вопрос денег и уважения подняли и в Севастополе. Город, который с таким рвением, с таким старанием рывался в Россию, но должен быть замечен российским правительством и уважен соответствующим образом. На сегодняшний день наши доходы, включая заработную плату и пенсию, по официальным данным, в второй раз ниже, чем в материковой России. Наши цены обогнали давно московские. Нигде таких сумасшедших цен, как в Севастополе нет. Но после митинга левых по Севастополю со счастливыми лицами прошагали бюджетники. Александра Славина, Владимир Нестайко для Крымреалии. Вы смотрите Крымреалии. Первомайские праздники на полуострове считаются генеральной репетицией для курортного сезона. Но в этом году результаты репетиции неутешительны. По данным представителя российского турбизнеса, на майские праздники в Крым приехало почти на 40% меньше россиян, чем в прошлом году. Что надо сделать, если приезжает меньше отдыхающих? Правильно, поднять цены и ввести плату за посещение природных объектов. А еще можно начать строительство нового большого города. Специально для туристов. О встрече прожектов крымских чиновников с реальной жизнью расскажем далее в нашей программе. Она 20 лет строила пансионат, но вместо туристов запустит туда кур и кроликов. Мы туда курочек купим. Он знает, кто изуродовал местный пляж. И чем это галечное побережье опасно для отдыхающих. Здесь море плещется у крутых берегов, а на лугу пасутся кони. Вооружившись серпом, местная жительница режет правду. Третий год подряд Николаевка не видит туристов. Два десятка лет она своими руками строила гостиницу. Надеялась, что та будет кормить ее до конца жизни. Но надежды потеряны. Отдыхающие к Галине не едут. Вскоре вместо людей помещение займут другие постояльцы. Номера пустые. Сейчас мы туда курочек купим. Кроликам построили загоны. Вот всю зиму на кроликах. И еще вот курочки нас будут поручать. Видите, траву кашу. Это местное побережье. Пирсы, лестницы и прогулочные дорожки разбиты штормами. Крымские власти взялись защитить берег от стихии. На волнорезы денег не нашли. Вместо них в море сбросили валуны. Понакидали этого бута. Отвод. Оно за счет этого бута убирает весь полный супляш. Короче говоря, загадили весь супляш. Спасти поселок от безденежья и безлюдья вызвался господин Владимир Константинов. Российский ставленник на посту главы крымского парламента. Местные журналисты связывают его с большой строительной компанией. Рядом с Николаевкой чиновник предлагает создать моногородок. Населенный пункт, ориентированный на единственную отрасль – туризм. Такие проекты очень удобны, ведь моногорода создаются с чистого листа. На первой линии – набережные и отели. На второй – развлекательная зона. Третье – жилье для элитной публики. Четвертой – обслуживающего персонала. Представим, что здесь появятся бараки для прислуги, а перед ними – дворцы для богачей. Дальше будут дискотеки, а на первой линии у моря – отели. Я, конечно, за, но, опять же, деньги нужны. А кто их будет выделять? В том-то и вопрос. Этот мужчина несколько лет работал в туристической отрасли полуострова и не верит в успех моногородов. Туристический сезон в Крыму в основном длится 3-4 месяца. Для успешной реализации такого проекта, как моногорода, нужно больше времени. Я не уверен, что такой проект может быть реализован. По моему мнению, это экономически невыгодно. Моногорода – это вчерашний день. Так нам сказал киевский урбанист. В данный момент стараются максимально отойти от именно практики строительства моногородов к организации неких многофункциональных, многосферных экономик, чтобы в разные ситуации город все-таки жил, выживал, а не приходил в упадок. Жители поселка подтверждают – они уже делали ставку на туристов. И проиграли. Теперь отдыхают в уединении. Отдыхающих меньше стало. Все закрыто везде. Вот так. Цены-то высокие. Заработать негде. И там дорого будет, и там дорого. Хочешь восстанавливай, не восстанавливай. Да и сами люди-то проезжают. Они что, в интернете не снимают наш пляж? Конечно, снимают. Люди знают, что здесь Николаике делать нечего. Россия уже перестроила город Сочи на курорт, который должен круглый год без остановки встречать гостей. Случилось это накануне Олимпиады 2014 года. В Сочи в этом году Красная Поляна, вот эти все олимпийские, ну как бы построенные объекты политического комплекса к Олимпиаде, они были не востребованы вообще. Было небольшой наплыв, там дней пять, наверное, было, реально пять дней. Это когда был Новый год. Пока планы властей превратить Николаевку в моногород, ее жители воспринимают как разговоры ни о чем. Куда больше людей интересует, как заработать сейчас, чтобы было на что жить зимой. Артур Гасприн, Александр Шевченко, Николаевка, Киев. И так все меньше туристов собираются в Крым на отдых, поскольку по оценке представителей туристического бизнеса это дорого, а еще существует множество других, более интересных предложений. Впрочем, объективная реальность не мешает крымским чиновникам рапортовать о новых успехах. Потому что для российского руководства Крым это не курорт, а прежде всего военная база. Ну а дальше в нашей программе вы узнаете, Фастфуд российского разлива. Почему крымчане недовольны тем, что им предлагают поесть? И каких гостей сейчас встречает Ялта? Подробнее во второй части программы Крымреали через несколько секунд. Вы смотрите Крымреали. Симферопольское здание ресторана Макдональдс у железнодорожного вокзала теперь не пустое. Там открылось заведение сети быстрого питания под названием Мирбургер. Фастфуд работает уже месяц, но подавляющее большинство отзывов о нем отрицательное. Почему новое заведение стало лишь пародией на всемирно известную сеть? Разбирались наши корреспонденты. Буква М в логотипе, но она уже не означает Макдональдс. Это Мирбургер на вокзале в Симферополе. Новое заведение во многом копирует всемирно известную сеть. Весь интерьер остался от Мака. Даже некоторые надписи были на украинском языке. Они разозлили управляемого Москвой главу Крымского парламента. Остатки в Украине уберите. Это здание пустовало три года. Пресс-служба Макдональдса в Украине сообщила нам, что компания продала помещение на полуострове. Имена покупателей цену не разглашает. Мирбургер рекламирует общероссийскую сеть «Русбургер». Та якобы еще в прошлом году ушла с полуострова. Симферопольское заведение, кроме булок с котлетами, торгует супами. Если вы заметили, появилась продукция с первыми блюдами. Борщ, рассольник, целянка. Это то, что сегодня в системе фастфуда нигде не было. Наибольшее преимущество заведения – раскрученная локация бывшего Макдональдса. Именно этим оно привлекло внимание крымчан. Для фастфуда расположение даже важнее, чем для ресторана. Но для успеха этого мало, считают в компании, которая помогла открыться десяткам заведений быстрого питания. Очень важно подобрать правильный ассортимент. Это корпоративная культура, корпоративный дух, который будет царить в этом заведении. Оборудование, на котором будет работать персонал. Ну и, конечно же, сами люди. В первую очередь, это зависит от собственников. Как они зарядят, как они будут стимулировать свою команду. Мы проверили, как обслуживают мир бургеры и чем кормят. Заказали бургер под названием «Царский». Он стоит 150 рублей. Его ингредиенты кассир не знает, мол, работает первый день. С тем, что продавал предшественник Макдональдс, сравнить тоже не может. А я даже не знаю. Я здесь в Макдональдсе был такой дешевле. А, конечно. Вообще вкусно. Итак, «Царский бургер» – это котлета из говядины, салата и соленые огурцы. В фирменных соусах нет только кетчуп и майонез. Для сравнения, у конкурента с мировым именем гамбургер с одной котлетой стоит втрое дешевле. В Киеве мы купили его за 20 гривен. Мы спросили у посетителей мир бургера, сравнивают ли они заведение с Макдональдсом. И на чьей стороне симпатии. Здесь все никак, не вкусно, только мороженое вкусно. Это все вроде так, что чуть-чуть тоже зацепилось. Отслуживают очень долго. Вкус не тот. Не умеют собирать красиво заказ, потому что все рассыпано. То есть, может быть, все придет, но пока не на тому уровне. Через месяц после открытия ситуация в заведении не улучшилась. В соцсетях почти не найти положительных откликов. Зато немало красноречивых фотографий. Это о чистоте стойки. А это то, что здесь назвали люкс-чизбургером с беконом. У вас в королевском чизбургере с беконом был майонез? Я брала два, и в обоих был только кетчуп, и все. Майонеза не было, огурца, как у вас на фото, не было. И самое забавное, что и бекона ни в одном не было. На драйвере семь машин и час ожидания. Час. Дети рыдали. Чуть с ума не сошел. Цены – космос. Обычный гамбургер – 120 рублей. И еще к тому же невкусный. Люди идут в фастфуды именно за быстрым обслуживанием, низкими ценами и стабильным качеством. В этом нас заверили специалисты в ресторанном деле. Что не так в Мирбургере? Наверное, что нет системы. Цырье – раз, стандарты, вернее, их отсутствие – два. И все-таки персонал. Если перейти в более философскую плоскость, мне кажется, что оставили тело, а душу забрали. Простите, тело без души гниет. Большинство крымчан, посетившие Мирбургер в Симферополе и оставившие отзывы в соцсетях, утверждают – перекусить сюда больше не зайдут. Александра Славина, Назар Сытник, Симферополь, Киев. С вами программа «Крым. Реалии». Ялта, а точнее Ливадийский дворец для нынешнего руководства России имеет практически сакральное значение. Ведь именно в Ялте в 1945 году на встрече американского, британского и советского руководителей решалась судьба мира. Но после российской аннексии уровень посетителей стал другим. Вместо президентов теперь здесь почетные гости – главари пророссийских боевиков. Они заплатили 800 рублей, чтобы побывать во дворце, где отдыхала императорская семья, а потом решалась судьба современной Европы. Но почувствовать себя царями посетителям не разрешают. Более ста лет назад с балкона Ливадийского дворца Черным морем любовался последний российский император Николай II. На крыше была обустроена открытая площадка, на которую поднимались на первом в Крыму электрическом лифте. Когда дворец был готов, царская семья стала сюда приезжать на отдых. Постоянно они здесь никогда не живы. Когда императорскую семью казнили, дворец национализировали и превратили в санаторий для крестьян. Уже под конец Второй мировой войны, после восстановления дворца из руин, руководители Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза обсуждали здесь разделение Европы и создание ООН. Немножко дальше фонтана поставили рядом три кресла. Сталин, Рузвельт и Черчилль сели в кресло. Те, кто принимал участие в конференции, встали за их спиной. А фотограф работал вот из той галереи. Вот оттуда была сделана эта фотография в 45-м году. Через 30 лет здесь создали дворец-музей. Порядки для простых смертных будто остались с тех времен. Заграждения не заходить и руками ничего не трогать. Бывшую императорскую столовую и сейчас используют для официальных мероприятий. Принимают даже сепаратистов и боевиков. Очень много проходят различных мероприятий. Политические встречи, международные, правительственные встречи и так далее. Вот одна из таких встреч нашего крымского руководства была буквально вчера. Николай II оставил у Ливадии не только дворец, но и царскую тропу. Дорожку до Гаспры длиной почти в 7 километров. Прогулка по тропе бесплатная, но идти приходится среди мусора и заборов. Царские виды вокруг Ливадийского дворца доступны в основном нынешним хозяевам жизни. Обычные туристы довольствуются пейзажами там, где это позволяют высокие заборы. Артур Гасприн, Назар Сытник, Ливадия, Большая Ялта. На сегодня это все. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Крыму. Читайте Крым Реали, смотрите Настоящее время. А в Крыму ежедневно слушайте радио Крым Реали. С вами был Александр Янковский. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова